итак друзья нас прогнали за одного места но мы нашли другой пансионатик он тоже заброшенный кажется в ялте много таких недостроев здесь кинотеатр это пансионат территория прожить что деда здания разваленная сейчас посмотрим как цветет какое-то дерево даже что это за дерево так цветет фиолетовым прикольно дали бы мне здесь участок ялоки я бы построился чисто по буровке когда это парк супер популярны очень много людей здравствуйте а вы взял ты может рассказать что это вообще здесь было такое пансионат или ну тут хоть что-то расскажите не могут определиться чё это да ну да тут парк был бы хорош смотрите какой даже есть фонтаны можно все это восстановить места красивые но они судятся с кем в общем темная история спасибо друзья посмотрите вот здесь такой заброшенный фонтан конечно все загажено мусором но кто вам еще покажет такую ялту это не то ялта где шикарные апартаменты и подойдем куда-то в эту сторону обойдем вот это тяжелое детство человека подожди тут какие-то бильярд даже кота бильярду слушаем походу и работал что дверь новая а вот какой-то вход откуда-то посмотрим что там ой факт так друзья здесь устроили просто мусорник это просто под ступеньками такое помещение ничего особо интересного нет это мы с вами движемся дальше вот такой бильярд жаль что закрыто написано что охрана что-то но перейдем туда конечно же вот такое заброшенное здание министерства обороны бывшая я нашел вас это концертный зал друзья дискотеки проходили для молодежи сколько тебе лет но то есть совсем недавно на работа подожди уже какой-то подземный ход там звери не эту жалко никакой не было 16 лет сейчас уже почти 30 так там забор деревянным не сможем пройти там подожди я что-то нашел интересное выбитое окно это то что у нас или ухом нет парить это будет жесть друзья ну что я себе прощусь если все не зайду сейчас по утренному не подальше нужно снимать за края сильно не хватать рюкзак смотри аккуратно друзья вот здесь вы должны поставить свой лайк потому что такого не покажут блогер все друзья это в облом вы пришли здесь все закрыто нет прохода да друзья мы так обрадовались а на самом деле это просто такое помещение здесь нет выхода здесь был магазин просто витрин в общем хоть немножко мы изнутри показали к это все вокруг обойдем может там что-то будет какой-то вход другой залаз ай-яй-яй-яй ты шо делаешь такая же она возьми камеру с ними очень ферричное здание тут документы какие-то бумаги старый диван советский не будем заходить нарушать просто покажем и отсюда еще не все поделены здания вот вот сюда нужно попасть центральный вход подожди потише ходи ну что друзья к сожалению центральный вход заварен просто мы там пройти не сможем обойдем вокруг здания возможно найдем это другой вход если нет то просто прогуляемся по этому заброшенному парку кстати здесь работает подстанция будет находится какая-то рабочая подстанция прям этом здании тут гуляют дети подожди где-то должен же быть вход они там все рулеты стоят суши воня что-то нашел вот там дверь пробита но не знаю куда она видят пошли подводим заводить они но не знаю вот смотри но не знаю как идет тоже в одну сторону либо наверх вон дверь выбита полностью открыто так это что-то здание автомобиль гараж типа в общем друзья вот такой заброшенный здесь парк щебетание птиц я помню машины взял и стояли так а мы сейчас куда направляемся он по ходу рабочий то что там антенны стоят на крышах и окна целые все которые здесь тоже забросы один за на гитарах играет это эти логеры так давай кого-то здесь пройдем тоже вон какие-то здания заброшенные очень друзья огромнейшая территория забросов и это прямо центре ялта но что вы видели кофе он открывается ведь здесь просто тусуется народ ходят гулять со своими собаками катаются на велосипедах так куда мы в какую сторону идем вот уже здесь много черных котов там тогда вот так здесь все грязно все в мусоре потому что здесь коммунхоз не убирается это заброшенная территория какого там санатория военного министерства обороны все приближаемся какому-то жилому корпусу раньше он был жилой сейчас он заброшенный не жилой но скорее всего я думаю что здесь охрана его охраняется значит просим эту женщина здравствуйте либо сказать что это за здание все такое он сейчас не функционирует он охраняется или нет что поснимать можно или нет а вдруг запретят охрана вот я раньше на третьем этаже в этом корпусе пойдем посмотрим по кругу пройдемся покажем территории куда идем нам нужно вход нам нужно внутрь попасть да друзья территория конечно шикарные посмотрите растут пальмочки 10 ты росли на все уже неухоженно заросло живут уже дикие кошки вот друзья такая смотрите спортивная площадка стадион был футбольный просто вид на все ялта вот друзья смотрите нам больше интересен этот корпус попасть бы туда вовнутрь но он там не катя мебель там все есть это сейчас уже он шторки висят вряд ли мы сможем попасть да не здесь все новое практически то немножко под шаманить и можно здесь давать жилье людям открыть вот друзья такой вход находится здесь что написано вот извините за неудобство вход корпус через парадную дверь есть подожди здесь пин-код на друзья вот так там внутри это звонок даже есть относительно не разворованы потому что здесь хорошая защита не стянутость этот пансионат относительно только недавно перестал функционировать здесь окна в новые 5-6 лет окна еще никто не разбил поэтому по-любому не знаю охраняет его или нет но такое место должны охранять так вот это что здание это жилое чё-то немножко подойдем к ней посмотрим это санатория было здание санквар это судя по крыше там никто не живет может уже голоса кто там даже здесь как видим живет кто-то в этих домиках поселились я бы самый не против здесь вот смотри какой корпус небольшой прикольный блин дали бы мне такой для жилья все это выход в город уже вот здесь для здания уже побольше постарее видно здравствуйте да вот друзья посмотри какое здание совсем старенькая еще сделано из дерева блин уже только прошли здесь откуда эти люди тут ходят где в корпусах этих заброшенных а вот друзья дом жилой так я нашел подземный ход это были подвалы когда-то для вина верно нет да нет и все заброшен научим здесь на чем здесь хвост это хвоста друзья мы сможем заночевать можете сейчас есть подожди где вход нужно постучаться но здесь по-любому живут люди до зайдем внутрь если здесь живут люди не должен быть 38 стандартный везде нет на на не открыт да друзья вот такая архитектурка здесь были попасть в какое-то здание это было бы круто жилых домики люди их оккупировали и живут здесь но все по фактам благодаря тому что здесь видишь это близко проживают люди и ничего не разграблено да здесь просто улица очень вот здесь можно это за и дорожкой при вот так же живут люди на таком балкончике выходит каждый день пьют кофе многим просто работникам вот эти помещения выдавали мне бы выдали мне бы кто-нибудь выдавал работал допустим при медицинском обороне но я понял выдавали жилье обслуживающий персонал здесь выдавали на территории поднимемся вот где кто-то снимал роллеты пытался пробраться сюда ну мы просто вокруг обойдем посмотрим что здесь находится здесь вообще дверь полностью выбито ну чё здесь нет проход только один через центральной двери на включай фонарик подожди ничего не видно лайки андроиды стой на гость наступил так подсвечивали все он какой-то потонули сюда подожди это не ход или ход метод не ход меня 100 миль до фонар должен быть как раз севшились друзья вот такой здесь коридорчик думаетесь какой-то сейчас маньяк выброситься нас наркоман мы все конец да что здесь шутерские здания маленькие были все тупик но я нашел документы на пустой заключение государственной экспертизы землеустроительной экспертизы наименование проект землеустройства постороннего участка площадь 2005 год в общем это еще украинский документ она открой него что и другие страницы есть видать от фирма которая оказывала услуги по оформлению все брюк фамилия главный эксперт ладно валим в общем друзья вот такое то здание все разбросано так что тут для бумаги у 2015 год что написано кладем строительная компания атриум друзья это фотка евгений мужчина сможет быть возможен готов командировкам симферополь а это авито это нет сотрудников так набирающая завито сюда 2016 14 лет а ну диплом чей-то давай вот 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 что поинтереснее уже дачи то документ диплом погребняк татьяна григорьевне донецкого будивельного техникума донецкий техникум строительный даже здесь земляки не работали министерство СССР оно следующее строительное оно следующее тоже советский Татьяна не так в 90 году заканчивала 1 1 1 в тот корпус нам не попасть конечно жаль так тому же свет без такого ничего особенного нет стекла друзья едем на айпетри посмотрите по какое место расстрела я утинцы 120 1921 год так поехали лезть немножко с ним пока солнце еще не зашло вот такая красивая горная дорога ну что друзья по пути на айпетри решили заехать на водопад ученцу чтобы показать вам водопад как видите солнце уже спряталась за горой но вы даже еще успеть на закат смотрите какие деревья это сосны они просят тут 100 метровые красота нереальная посмотрите на этот шикарный лес друзья как будто мы вообще где-то не в крыму находит у меня такое ощущение что они в крыму нахожусь я вообще здесь первый раз к этому водопаду иду я здесь был лет 15 назад в общем тут природа вообще шикарно просто красиво зеленеть начинает все очень очень красиво людей вообще нет я думаю на водопаде тоже не будет людей скорее всего так сильно ускоряющих искала сосны прямо растут на этих скалах красота уже стоим у плата самого и петлю под ног для горы да да нет мы успеем столько время на 40 закат 1830 у нас есть 50 минут до успеваем друзья посмотри какая природа шикарно на высоте мы уже поднялись на высоту и уже здесь намного прохлад здесь прохладнее но потому что нет солнца все кронами деревья закрывается поэтому здесь прохладнее так мне кажется водопад пересох я не слышу журчание никого я был как-то на плата и петлю тоже в мае и там реально блин внизу было плюс 25 уже в это время а мы поднялись а там 0 и мы там замерзли просто так смотрите какое дерево здоровенное да я слышу журчание водички она есть друзья ура вон водопадик блин а здесь место вообще шикарно почему здесь раньше не был я да вот наверно вверх нужно бы подниматься это прям к воде очень взять вот здесь такая красота но он конечно уже подсох немножко водопадик наш так вот этим ступеньки вели ну за природа посмотреть на эти сосны красота нужно после дождя приходить что наверху за орел там домик чей-то да а кто подняться к домику кот и полез это не полезу я должен дотронуться до воды подожди на камеру с так и привожу так снимать друзья перевозим нарушаем все законы чтобы дотронуться до воды этого водопада давать камеру блин может вообще не заходить вот я посмотрю с человеком как он здоровый этот водопадик вот видим сейчас он пересох воды особо немного стекает капельки только но во время дождя я думаю что здесь очень-очень много воды будет джур джур конечно по насыщеннее был когда я там был вот друзья водичка давайте тронемся до нее холодная вода даже вода холодненькая упадем да все нахрен даже не пойдем вот взял здесь во время дождя стекает вода прям туда вниз в ялту погулять у нас очень мало время дождя нас мало времени нужно подел успеть до заката солнце подняться на вершиной петры поэтому все мы покидаем этот водопад быстро вам показали петер выдвигаемся на ай петры снимать шикарнейший закат надеюсь мы успеем ну все друзья мы это сделали мы успели добраться сюда до заката солнца очень-очень жарко посмотрите на этот шикарнейший вид 18 до 1830 мы здесь посмотрите какие живописнейший вид открываются красота так давайте сюда пойдем прямо на край скалы гонос не упасть такого подъема что не страшно подходить до конца друзья вот это действительно красота 1 запускаем коптер надеюсь что-то успеем снять и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok